МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Сейчас в мире» на канале РТВА и в студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Циммерман невиновен. Оправдательный приговор убийцы темнокожего подростка всколыхнул США. Египетская армия выдвигается на Синай. США не собираются вторгаться в Арабскую республику. Британский принц Уильям ушел в декрет в округ больницы Святой Марии, где готовится рожать герцогиня Кембриджская царит ажиотаж. Патрульный Циммерман невиновен. Суд присяжных в американском штате Флорида оправдал Джорджа Циммермана, обвиняемого в убийстве подростка афроамериканца Трейвана Мартина в 2012 году. Адвокаты-добровольцы народной дружины убедили присяжных в том, что их клиент действовал в рамках дозволенной законом самообороны. Это решение уже вызвало общественное возмущение и вновь вывело на первый план болезненный для США расовый вопрос. Тему продолжит моя коллега Нина Шамуге. Вердикт, возмутивший Америку. Тысячи афроамериканцев под лозунгом «Нет справедливости» вышли на улицы Чикаго, Нью-Йорка, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и других крупных городов. Общественный протест вызвал оправдательный приговор Джорджу Циммерману, убившему 17-летнего темнокожего подростка Трейвана Мартина. «Это преступление на расовой почве. Он преследовал Трейвана, а затем убил его». «Для нашей семьи этим решением ничего не закончено. Мы никогда не сможем забыть эту трагедию. Но для того, чтобы облегчить нашу боль, нам остается только молиться». О покое, кажется, мечтает и сам виновник трагедии. Защита Циммермана уже заявила прессе. Их клиент серьезно опасается за свою жизнь. Адвокаты упрекнули флоридскую эфемиду в затягивании процесса. «Я счастлив за Джорджа Циммермана и восхищен тем, что присяжные не позволили этой трагедии превратиться в фарс. За это мы им бесконечно благодарны. Но меня расстраивает то, что даже при таких обстоятельствах потребовалось очень много времени, чтобы восторжествовало правосудие». Преступление произошло в феврале прошлого года. В Сэнфорде, штат Флорида, местный житель Джордж Циммерман, называвший себя дружинником, патрулируя улицы, застрелил темнокожего подростка, посчитав его подозрительным. Позже он заявил, что парень напал на него и ему пришлось обороняться. Долгое время защитника общественного порядка не привлекали к ответственности. 44 дня после убийства он оставался на свободе. Однако под давлением общественности полиция все же возбудила против него уголовное дело по обвинению в совершении убийства второй степени. Более двух миллионов человек подписали онлайн-петицию, требуя правосудия. Трагическому инциденту политическое звучание придал и глава государства. Барак Обама со слезами на глазах заявил, если бы у него был сын, он выглядел бы так же, как Трейвен. Джорджу Циммерману грозило тюремное заключение на срок от пяти лет до пожизненного. Это дело никогда не рассматривалось как дело о расизме или о праве наношения оружия. Мы убеждены, что суть здесь в границах дозволенности. И Джордж Циммерман перешел эти границы. Эксперты пророчат, беспристрастность американской фемиды может накалить нешуточные страсти в многоэтническом американском обществе. Ведь дело Циммермана изначально стало символом борьбы за права темнокожих. Нина Шамугия, RTVI. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обладает очень большим объемом данных, огласка которых может серьезным образом навредить правительству США. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на журналиста газеты Guardian Глена Гренвальда. По словам журналиста, перед своим побегом Сноуден специально спрятал данные в сетевых хранилищах по всему миру. «Американскому правительству следует ежедневно молиться, чтобы со Сноуденом ничего не случилось. В противном случае весь объем информации будет обнародован, и для Соединенных Штатов это будет хуже ночного кошмара», — добавил Гренвальд. Речь, в частности, идет о том, как именно работает программное обеспечение, позволяющее спецслужбам получать доступ к электронной информации граждан, — отмечается в сообщении. Вооруженные силы Египта возобновили наступление на оппозиции исламистов на севере Синайского полуострова. В военных действиях участвуют бронетехника и авиация. Согласно египетским СМИ, с начала военной операции против экстремистов были убиты 37 боевиков, пятеро из них за последние сутки. 11 июля лондонская газета «Аль-Хаят» сообщила, что в ходе боев на Синае были убиты или задержаны около 200 боевиков различных исламистских группировок, в том числе палестинских. По сведениям издания, 32 члена Хамаса погибли, 45 активистов были задержаны. Однако администрация сектора газа категорически опровергла эти публикации. Пограничный переход Рафах закрыт. Мы пытались перейти на территорию Египта, но военные заставили нас повернуть назад. Они сказали, что переход закрыт. Тем временем Министерство обороны США и американское посольство в Каире выступили с официальными заявлениями, связанными с публикациями в ряде египетских СМИ. Как утверждали журналисты, Соединенные Штаты создают в северной части Красного моря крупную группировку, цель которой – военные интервенции в Египет. На минувшей неделе к южному входу в Суэцкий канал подошли американский десантный корабль «Сан-Антонио», на котором базируется экспедиционное подразделение морской пехоты, и вертолета «Носец Кирсодж». На их борту 2200 солдат, участвовавших в маневрах «Бдительный лев». Прокуратура Египта начала проверку жалоб, поступивших на Мохаммеда Мурси. Свергнутого президента подозревают в шпионаже, подстрекательстве к убийствам демонстрантов и разрушении экономики страны. Кто именно распространил такие сведения, не сообщается. А вот братья-мусульмане обещают любой ценой вернуть своего президента к власти. Они уже заявили, что в обвинение не верят и готовы собрать миллионные демонстрации в Каире и Александрии, если прокуратура заведет дело на экс-главу Египта. «Если генерал Фатах Аль-Сиси не видит всех этих людей, которые собрались здесь, мы напишем ему послание на земле, чтобы он увидел его со своего самолета. Если он, конечно, умеет читать, мы напишем большими буквами «Сиси, уходи!» Сирийские войска развивают наступление на северные и восточные окраинах Дамаска. По сообщениям правительственных СМИ, в пригороде Джубар были окружены и ликвидированы несколько десятков повстанцев. В соседнем предместе Кабун сирийские военнослужащие обнаружили подземные переходы, которые использовали мятежники для внезапных вооруженных вылазок против армейских блокпостов. Между тем, на северо-западе страны, в Идлибии, Латакии бойцы антиправительственной сирийской свободной армии начали преследование джихадистов из экстремистской организации, связанной с группировкой Аль-Каида. Борьба идет за контроль над пограничными с Турцией районами. Между повстанцами и джихадистами ожесточенные бои идут и на востоке Сирии». Французские журналисты, пропавшие в начале июня в Сирии, живы. Об этом заявил министр обороны Франции Жанна Ифледриану. Власти пытаются договориться об их освобождении, сообщил глава оборонного ведомства, при этом не уточнив, где находятся пропавшие журналисты и с кем ведутся переговоры, касающиеся их судьбы. Сотрудники французской радиостанции Europe One Дидье Фансуа и Эдуард Ильяс пропали по дороге в Алеппо 7 июня. Военнослужащие из Мали и 12 других африканских стран открыли парад, посвященный главному национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии. Они прошли маршем по Елисейским полям вместе с французскими подразделениями, принимавшими участие в военной операции в Мали. В январе 2013 года Париж направил своих военных в это африканское государство, чтобы помочь местным властям вернуть контроль над севером страны, санятым исламскими экстремистами после военного переворота. В результате столкновений мятежники утратили контроль над всеми крупными городами. Причиной смерти британских военных, проходящих службу в Афганистане, все чаще становится суицид, а не боевые действия, отмечается в расследовании программы «Панорама» телеканала BBC. В прошлом году на афганской земле добровольно расстались с жизнью 50 британских солдат и офицеров. От рук талибов при этом погибли 44. Члены семей военнослужащих уверены, что им недостаточно хорошо оказывали психологическую помощь. Как отмечено в расследовании, за последние три года количество подверженных посттравматическому стрессу британских военных увеличилось вдвое. Более тысячи полицейских со всей Великобритании прибыли в Белфаст на подмогу местным отрядам стражей порядка. Город накрыла очередная волна насилия, а все из-за марша протестантской организации «Оранжевый орден». Демонстранты из числа североирландских католиков уже сутки находятся на улицах. От кирпичей и бутылок пострадали три десятка местных полицейских. Ежегодное шествие «Оранжевого ордена» обостряет трения с католиками, которые расценивают марш как провокацию. В 1998 году между сторонами было заключено перемирие, однако межконфессиональные трения сохраняются и поныне. Правительство Южной Кореи направило протест в Совет по безопасности на транспорте при правительстве США. Сеул выступил против чрезмерного раскрытия информации, касающейся крушения лайнера авиакомпании «Азиана» в Сан-Франциско. Ранее Соединенные Штаты извинились за то, что распространили в средствах массовой информации ложные имена пилотов разбившегося самолета. Совет пообещал, что примет все меры, чтобы подобное не повторилось и чтобы впредь из ведомства поступала только проверенная информация. Напомню, в результате авиапроисшествия погибли три китайских студентки. Около 180 человек получили ранения. Сейчас о других важных международных новостях. Не менее 20 человек погибли в результате взрывов у двух сунейских мечетей в столице Ирака-Багдаде. Еще 11 человек убиты в других частях страны. Полиция вступила в перестрелку с вооруженным отрядом, пересекшим границу с Сирией. Всего с января по июль этого года погибли более 2,5 тысяч иракцев. С начала месяца взрывы унесли жизни еще 250 человек. Один из двух мужчин, застреленных в ходе спецоперации в станице Нестеровская Сунжинского района Ингушетии, Микаил Мусиханов, по информации Российского антитеррористического комитета, последние два года был личным телохранителем лидера северокавканского подполья Доку Умарова. В канадском городе Лак-Межантик прошли поминальные мероприятия по жертвам крушения поезда, груженого нефтью. Колокол на местном соборе ударил 50 раз по каждому из людей, которых считают погибшими. На данный момент обнаружено 33 тела жертв катастрофы, еще 17 числятся пропавшими без вести. В последний день традиционного фестиваля Сан-Фермин в испанской памплоне, в рамках которого устраиваются знаменитые бега быков, пострадали 5 человек. 23-летнюю женщину из Австралии, которую бык ударил в грудь, доставили в больницу в критическом состоянии. Бег быков или Энсьерро – непременная часть фестиваля в честь покровителя памплона Инавары, святого Сан-Фермина, проходящего в испанском городе с 7 по 14 июля. Продолжаем. Супер тайфун Соулик с ураганным ветром и проливными дождями перешел с Тайваня на материк. Власти прибрежных китайских провинций Чжэцзянь и Фудзянь эвакуировали более полумиллиона человек. Судам, которые вышли в море, рекомендовали вернуться обратно в порт. По всей стране отменено более 160 авиарейсов. Во многих районах нарушено транспортное сообщение. Из-за разбитых дорог и заваленных тоннелей сразу на нескольких основных автомагистралях, связывающих между собой населенные пункты, образовались многокилометровые пробки. Жертвами штормов и проливных дождей стали, по последним данным, около 90 человек. Еще более 200 числятся пропавшими без вести. В российском городе Пугачев сегодня начала работу приемная генпрокуратуры в связи с убийством выходцем из Чечни бывшего десантника и последовавшим за этим обострением межнациональных отношений. Большого наплыва посетителей не наблюдается. Граждане в основном жалуются на бездействие местных органов прокуратуры, на факты коррупции, несправедливые приговоры суда, рейдерские захваты предприятий и невыплату алиментов. Жалоб по вопросам межнациональных отношений пока нет. Напомню, после того, как 16-летний подросток из Чечни убил 21-летнего бывшего десантника Руслана Маржанова, в Пугачеве вспыхнули стихийные митинги с требованием выселить из города всех чеченцев. Британский принц Уильям ушел в декрет. В преддверии родов супруги Кейт, пилот спасательного вертолета, взял отпуск, положенный молодым родителям. Между тем, вокруг больницы Святой Марии, где готовится рожать супруга принца, царит ажиотаж. Десятки журналистов еще неделю назад выбрали места напротив входа. Некоторые СМИ, по слухам, договорились с таксистами, что те будут занимать места для передвижных студий, а другие даже наняли охранников для того, чтобы стеречь занятые позиции. Родные Уильяма и Кейт делают все, чтобы обеспечить им возможность спокойно родить ребенка. Принц будет присутствовать на родах жены. Будущее чада Уильяма и Кейт, вне зависимости от пола, займет третье место в очереди на британский трон после принца Уэльского Чарльза и самого принца Уильяма. Уильям и Кейт стараются вести нормальную жизнь, насколько это возможно, учитывая современные реалии. И мы можем быть уверены, что они оба будут хорошими родителями и дадут ребенку должное воспитание. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова